Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 14 февраля. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара – евро-доллар. Опубликованные данные по изменению настроений в деловых кругах Германии, а также слабый отчет по ВВП в еврозоне, оказали дополнительное давление на евро. На фоне слабой отчетности из региона, котировки пары продолжают снижение. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов сократились. Среднедневная волатильность за последние пять торговых дней продолжает снижаться, что увеличивает вероятность роста торговой активности в среднесрочном периоде. Дальнейшее ослабление котировок пары все еще входит в условия основного сценария. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Публикация слабых стат данных по изменению темпов роста инфляции в Британии оказала давление на котировки пары, тем самым увеличивая вероятность развития более мощного нисходящего движения. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось ростом открытого интереса, но при этом объемы торгов сократились. Среднедневная волатильность за последние пять торговых дней продолжает снижаться, отдаляясь от среднего значения за месяц. Это увеличивает вероятность роста торговой активности в краткосрочном периоде. Дальнейшее ослабление котировок пары к уровню поддержки 1.2420 все еще рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Восходящая динамика нефтяных котировок продолжает оказывать давление на котировки анализируемой валютной пары. При этом отметка 1.3020 все еще выступает в качестве локального уровня поддержки. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары сопровождалось снижением открытого интереса, но и объемы торгов снизились более чем на 32%. Среднедневная волатильность за последние пять торговых дней продолжает снижаться. Подобная динамика торгов может смениться резким увеличением активности на рынке. На данный момент качественных торговых сигналов нет, но не исключая импульсивного укрепления котировок пары от области поддержки 1.3020-1.300. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. С открытием американской торговой сессии состоится публикация отчета по изменению цен производителей в США. При этом не менее важным событием станут комментарии главы ФРС Джанет Йеллен по монетарной политике перед Конгрессом США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». «Фокус рынка» «Фиба Групп» «Фокус рынка» 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 «Фокус рынка»